здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодня у нас в работе блог мг 798 это kia rio 2009 года софт очень редкий его 100 как даже нет такого софта вот он прописан то есть сток найти нереально наша задача этот блок взят на разборке наша задача сосчитать отсюда сток не вскрывая блок делать это мы будем замечательным прибором который называется его терминал вот такой вот он вот так выглядит то есть он спокойно читает флеш и даже и пром с такого блока не разбирая его то есть его бы сел режим вводить не надо это очень крутое реальное решение если кто знает как с этими блоками работать конечно оценит этот прибор значит наша задача вытащить отсюда флеш ну сохраним и пром заодно затем залить сюда дам и мохов и проверить работоспособность блока двигатель 1 и 4 коробка автомат стоит модуль зажигания то есть там не 4 катушки а 2 итак давайте подключаться и будем читать файлы программатором его терминал подключение к этому блоку я делал сам сделал скрин из мотор даты и уже дальше вот это мой хелп на эти блоки мг 798 именно на автомат потому что распину механики совсем другой у него в большом разъеме весь распина здесь наоборот маленьком все используется итак мы подключились на столе все провода подключили наш стенд для проверки был подключили также нагрузочную плату это у нас катушки зеленые форсунки давайте сейчас включим и проверим что сейчас происходит у нас с блоком так подаем питание включаем включается бензонасос главное реле так выбираем 60 минус 2 обычный сигнал включился бензонасос и больше ничего остальное все молчит и катушки и форсунки то есть пока мы этот блок проверить на столе не можем его работоспособность давайте сосчитаем файл и потом будем думать как там сделать и мало итак мы наш его терминал подключили значит смотрим здесь горит у нас фиолетовый светодиод значит 5 вольт от юсби и 12 вольт у нас подключены вот допустим если мы 12 вольт отключим мы видим что синий 5 вольт юсби есть подключаем опять фиолет если юсби отключим видим красный 12 вольт на беде висит давайте читать файл так давайте сразу на столе создадим папку мг 7 9 8 и сюда будем закидывать наши файлы открываем его терминал вот он загрузился выбираем киа хендай и цу и бошки фика 7 9 8 включаем зажигание и коннектимся к и цу в это время светодиод мигает здесь не очень видно вот он перемарки вот white белым тут так и написано white это дата rxtx вот его терминал написал что девать ждет команды давайте будем читать flash читает он пока лайн но достаточно быстро читает итак flash мы прочитали открываем memory dump вот он и смотрим что у нас здесь есть вот данные сохраняем в нашу папку подпишем что-то флеш ори нам ее потом надо будет опять залить в блок так сохранили и и пока сейчас у нас его терминал в ожидании команды давайте сразу же прочитаем гипром все и про прочитан также сохраняем и сюда же в эту папку сохраним все мы вычитали flash и и пром теперь можно нажать дисконнект файлы прочитаны и теперь наша задача сделать и мауов из вот этого файла чтобы проверить блок на столе но несколько попыток показала что на этой flash мы не сможем сделать и мауов то есть четыре способа мы попробовали ни в какую файл очень редкий значит что мы будем делать сейчас я вам покажу откроем чип тюнер нам нужно найти стоковые прошивки прошивки иномарок открываем серийные коммерческие нам не нужны киа hyundai bosch simons вот он нам нужно найти 798 вот он 798 машина у нас киа rio 1.4 автомат вот давайте смотреть что у нас здесь есть вот такая есть прошивочка вот такая это механика кстати вот такая так для начала давайте вот что мы сделаем мы посмотрим с вами инденты и уже по более-менее подходящим индентом подберем файл для того чтобы сделать и мауов смотреть инденты и делать запись мы будем с помощью PCM флешера этот гораздо быстрее потому что запись здесь если мы будем осуществлять по к линии это будет писаться блоками очень долго здесь по кану работа PCM флеш так давайте выберем диалинк так и здесь нам нужно выбрать кей хюндай вот у нас мг 798 идентификацию давайте выполним вот идентификация выполнена теперь давайте смотреть на файл калибровка у нас м98 а 842 вот нам неважно вот эта буква нам нужно найти вот такую калибровку давайте открываем чип тюнер опять и смотрим а 842 с буковкой м видите у нас есть автомат вот мы нашли наш файл давайте его скачаем весь прикол в том что этот стоковый файл уже и моов расскажу почему если после идентификатора после цифр стоит буква вот DPS у нас получается значит если вот здесь стоит буква P или E то этот файл в стоке без иммобилайзера но естественно надо чтоб совпало хотя бы вот это вот номер прошивки 98 а 842 ну м пускай будет это автомат в любом случае и файл этот без иммобилайзера то есть нам не нужно прибегать каким-то калькулятором и так далее так далее мы просто взяли и скачали файл со с чип тюнера уже без иммобилайзера давайте теперь с помощью писем флешера его зальем загружаем писем флешер наш дам без иммобилайзера вот он и нажимаем запись PCM пока машине пишет очень быстро вот по коншине он делает стирая только три области а если мы будем по калайну там до 14 областей тут махом вот он взял и вычитывал все быстро все завершение выключить зажигание выключаем зажигание окей все мы залили теперь давайте сделаем идентификацию очистим сейчас вот эти данные и сделаем идентификацию вот у нас идентификация уже с другими показателями давайте проверять блок включаем зажигание отработал бензонасос главное реле находим сигнал 60 минус 2 и запускаем вот пожалуйста проверяем работоспособность нашего блока форсунки катушки катушки 2 мигает потому что там стоит модуль зажигания то есть мы проверили работоспособность блока на столе не вскрывая его поскольку сказали вскрывать нельзя использовали мы для чтения его терминал которые работают с этими блоками без проблем и без скрытия сейчас мы видим что блок работоспособность можно отдавать клиенту предварительно залив естественно старую прошивку которая здесь была которая очень редкая регулировать давайте заливать прошивку блок исправный выключаем теперь давайте попробуем писем флешером записать наш оригинальный файл открываем вот флешори включаем зажигание и нажимаем запись вот что говорит нам PCM флешер этот файл он естественно заливать не будет потому что файл у нас считан bsl режиме пока пока линии там немножко другое расположение заливать мы будем файл наш опять же через его терминал и так инденты я показывал что идут с файлом и малов но у нас инденты совсем другие давайте опять открываем его терминал и уже записываем файл пока линии выбираем также киа хендай и цу кефика и делаем connect включаем зажигание коннектимся все он написал что девайс готов к работе что нам нужно сделать нам нужно открыть memory dump открыть flash ori вот она у нас flash ori и нажать write вот сейчас идет запись уже у нас идет седьмой блок если по канал PCM пишет всего три блока здесь уже вот восьмой блок где он видит различие там он стирает где различие нет он просто делать верификацию данного блока ну все вот 15 блоков до 15 блоков и все теперь он уже у нас записан полностью этот блок так теперь давайте мы запишем и пром оригинальный вот он здесь все вот так быстро он записал и пром теперь нажимаем дисконект и закрываем замечательный девайс под названием его терминал вот пожалуйста инденты теперь стали те которые здесь собственно говоря и были с разборки то есть не открывая блок мы сделали все полностью работа выполнена выполнена успешно всем всего самого доброго хороших клиентов много интересной работы а самое главное крепкого крепкого здоровья